Война может очень быстро дойти до Европы. Сейчас мы, затем Казахстан, страны Балтии, Польши, половина Германии. Эта фраза из недавнего интервью президента Зеленского американскому телеканалу CBS. Чувствуют ли нависшую угрозу в Казахстане? Российское телевидение усиливает разжигание ненависти против этой страны. На Кремлевском канале вышел большой пропагандистский фильм о враждебном Казахстане, где жителей страны обвиняют в русофобии, в работе на англосаксов, в переписывании истории и прочем. Все по украинскому сценарию. Также поговорим, как Казахстан пытается дистанцироваться от России. Политолог Димаш Альжанов присоединяется к нашему эфиру. Димаш, здравствуйте. Доброе утро. Власти Казахстана не станут проводить в этом году военный парад на 9 мая, поясняя такое решение необходимостью экономию бюджетных средств. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана. Примечательно, что отказ Казахстана от проведения военных парадов на 9 мая произошел после полномасштабного вторжения России в Украину. Может ли это быть еще одним свидетельством дистанцирования Казахстана от Кремля? Или действительно вопрос исключительно в экономии бюджетных средств? Ну, сейчас действительно не место у нас в Казахстане. Это серьезное наводнение в один из частей страны, поэтому говорить, что это напрямую связано, сейчас нельзя. С другой стороны, в предыдущие годы, когда отмечался этот парад у России, всячески информационное пространство насыщалось серьезной, жесткой и достаточно агрессивной пропагандой. И эта поляризация внутри нашего общества, она также достаточно сильно ощущалась. Поэтому, я думаю, здесь есть сумма факторов, и в принципе в обществе уже есть достаточно положительное отношение к тому, чтобы этот праздник не отмечать, а его перетрансформировать в что-то вроде как День памяти, как это происходит в цивилизованном мире. Поэтому процесс идет, правительство Казахстана пытается максимально не трогать эту тему, не политизировать ее. И если есть, видимо, такой способ этот праздник не отмечать, праздник для России, я имею в виду, то это положительная сторона. Министерство обороны Казахстана опровергло информацию, которая распространялась в телеграм-каналах, о том, что якобы беспилотные аппараты, которые совершили атаку на Татарстан, были запущены с территории республики. Официальное заявление ведомства было опубликовано 2 апреля. В своем заявлении представители Министерства обороны назвали такие утверждения инсинуациями, призвали граждан не верить в эти слухи и заявили о том, что это направлено все на дискредитацию страны. Есть ли понимание, кто распространял эти слухи и, главное, зачем? Нет, я думаю, все трезво оценивают способности, которые возросли со стороны украинской армии, и эти слухи всерьез не воспринимали. Здесь немножко другое тревожит. Понимаете, траектория, по которой развивается режим Путина, и внутренняя усиленная пропаганда, такая тяжелая пропаганда, она все больше и больше охватывает сфер и стран вокруг себя для того, чтобы максимально держать свое население поляризованное. И в этом контексте Казахстан уже не раз звучит, как страна, которая является, или в стране присутствуют неправительственные организации, которые финансируются Западом, и это является некой формой врагов, с которыми надо бороться. Об этом официально заявил Шойгу в ходе своего совещания, то есть на самом высоком уровне официальном. И мы уже видим, что и другие источники пропаганды подхватывают эту тему и пытаются постоянно Казахстан уже держать в фокусе своего внимания. Это действительно настораживает. Сейчас, конечно, нет речи о том, что это несет прямую военную угрозу, но складывается понимание, что Россия, российское политическое руководство, оно понимает, что война, которую они затеяли, негативно видится в наших странах, не только в Казахстане, но и в других странах, граничащих с Россией, имеющих с ней близкие отношения, и она постепенно теряет свою аудиторию. Поэтому нагнетание истерии войны и пропаганды в Казахстане и обозначение именно независимой НПО или представителей гражданского общества как новых врагов, это действительно присутствует. И вот давление на то, чтобы принимались новые законы, которые контролируют деятельность неправительственного сектора, отчасти идет со стороны России. В Кыргызстане это принято, и в Казахстане уже сейчас начинают всех называть иноагентами. То есть эта тенденция очевидна. Но вот на подобные заявления того же Шойгу, на заявление пропаганды, есть ли реакция официальных властей Казахстана? Официальные власти Казахстана пытаются максимально избегать конфронтации, когда это касается каких-либо заявлений. То есть заявление Шойгу не было должным образом адресовано. Замминистр иностранных дел достаточно аккуратно сказал, что Казахстан поддерживает НПО и так далее. То есть официальное достаточно сухое заявление. Но давление со стороны России, скажем так, постоянные попытки стоили страны найти врагу внутри страны, они очевидны. И Казахстан в этой ситуации выступает страной, которая пытается не замечать эти вещи и одновременно все-таки выстраивать разные экономические отношения с Россией. Чтобы вам было понятно, недавнее, к примеру, расследование со стороны инсайдера, которое выявило цепочку обхода санкций и продажу уже оружия, не только комплектующих для создания дронов, электроники, но и непосредственно оружия, которое закупается фирмами в Казахстане, которые открыты здесь, и транспортируется далее в Россию. То есть небольшими партиями. Поэтому все это делается, я так полагаю, с пониманием, то есть Служба безопасности и правительство Казахстана осведомлено об этом. Но это сотрудничество расширяется. Расширяется присутствие российской экономики. То есть если официально у правительства России нет денег, то у отдельных олигархов, связанных с режимом Путина, эти деньги есть. И покупаются отдельные предприятия, которые связаны с правительством Казахстана, и они приходят уже к российским компаниям. Поэтому тенденция на самом деле за вот этой всей вуалью информационной войны или упреков, она достаточно настораживающая. То есть Россия усиливает свое присутствие в казахстанской экономике и максимально пытается выжать все возможности для обхода санкций. На одном из кремлевских телеканалов вышел пропагандистский фильм о Казахстане, о враждебном, естественно, Казахстане, о том, где идет русофобия, который работает на англосаксов, где переписывают историю, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все по украинскому сценарию. Понимают ли это сами жители Казахстана? Потому как до полномасштабного вторжения России в Украину об Украине на кремлевских телеканалах говорилось слово в слово то же самое. Есть настороженность. Вы знаете, когда сейчас все ресурсы заняты с Украины, военное вторжение никто уже серьезно не рассматривает, по крайней мере, на данном этапе. Но то, что Россия пытается максимально расширить свое присутствие и поляризовать казахстанское общество, свои идеи о том, что вот враги находятся на Западе и во всем они виноваты, вплоть до терактов в Крокусе, которые они пропустили, то это серьезно сегодня уже не так сильно впитывается широкой аудиторией. Но Россия пытается, и она понимает. Еще раз повторю, то, что тенденция очевидна, что неправительственность и актеры зачетки гражданского общества, которые появляются в авторитарных странах, они, как правило, являются такой оппонирующей силой против России, поскольку журналисты, отдельные небольшие каналы, они здесь ведут расследования, пытаются выявить все эти цепочки обхода санкций, они опровергают пропаганду российскую. Поэтому здесь за этой волной информационной атакой необходимо видеть то, что есть определенное политическое давление на режимы Центральной Азии для того, чтобы снизить активность именно зарождающегося гражданского общества. То есть это самое важное в этом. А то, что в информационное пространство спускается разного рода, так скажем, информационный мусор, то это будет присутствовать, потому что так уже по этому алгоритму работает пропаганда. То есть и здесь это не самый большой урон, который наносится казахстанскому обществу. Да, просто Кремль же использует, собственно, и жителей Казахстана. В этом фильме пророссийские блогеры из Казахстана дают комментарии, рассказывают о том, что власти страны пытаются продать Казахстан Западу, о том, что в стране притесняют русскоязычных. Тоже это все мы уже проходили, в Украине мы все это знаем. И тут стоит понимать, неужели эти блогеры, эти люди не понимают, ну или деньги просто дороже, или там суммы такие платятся о том, что все напрочь забывается и память отшибает, о том, что все может повториться, и что они притягивают вот этот русский мир, собственно, в Казахстан. Да, и тут стоит сказать, что в Украине было достаточно таких кликуш, я не скажу, что много, но они были. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину они разъехались по всему миру, а в Украине погибают от рук российских оккупантов те украинцы, которые Россию сюда не звали. Да, конечно, не все знакомы с кейсом Анатолия Шария или других, кто не очень хорошо знает всю историю, как формировалась информационная повестка про российско-украинском обществе, но в Казахстане есть об этом понимание, особенно в экспертной среде. Что же касается сравнений, я думаю, здесь ситуация намного хуже. Видите, Украина все-таки после Майдана была более, скажем, демократизированная система. То есть не тотально, но зачатки демократии появились и возможности именно непосредственно нанимать или отдельных людей, или блогеров со стороны России были шире. Казахстан авторитарная страна, поэтому все эти говорящие головы, я думаю, правительство Казахстана и службы безопасности знают, что они работают на Россию, что они продвигают российскую повестку. Поэтому это более тревожно, то, что это происходит под полным пониманием со стороны политического руководства Казахстана. Если этому не препятствует, то здесь серьезно возникает вопрос, не потакает ли российскому режиму режим казахский. Поэтому, видите, у нас здесь, то, что мы наблюдаем, это заставляет нас задуматься о том, есть ли серьезное понимание концепции национальной безопасности у людей, которые сегодня управляют Казахстаном. Да, и тут, в связи с тем, что вы говорите, еще интересно то, что Касым Жамар Такаев, президент Казахстана, он регулярно, ну, прям не так уж регулярно, но встречается с Путиным. Но тут вот в чем штука. Лукашенко тоже в свое время встречался с Путиным в разные периоды правления, как Путина, так и Лукашенко. Сейчас он с ним встречается чаще обычного, потому как Лукашенко, по большому счету, стал вассалом Путина в Беларуси. Говорить о том, что Беларусь, это самостоятельное государство, мы, к сожалению, уже не беремся. Можем ли мы говорить о том, что Касым Жамар Такаев в таком случае видит себя, ну, эдаким Лукашенко в Казахстане? То есть он готов свою реальную власть в Казахстане променять на то, чтобы быть вассалом Путина, или, может, не знаю, ему угрожают? Я думаю, не настолько. Все-таки позиция у Касым Жамар Такаева сейчас намного лучше, чем у Лукашенко. Во-первых, это усиливающаяся зависимость России от взаимодействия, сотрудничества властей Казахстана в вопросах хода санкций. Другой момент связанный в том, что все-таки политическое руководство Казахстана, при всей лояльности к Кремлю, оно все-таки попытается часть яиц держать в другой корзине и взаимодействовать с Китаем, получать определенные гарантии со стороны Китая о том, что Китай поддерживает территориальную целостность и независимость Казахстана. То есть это такая достаточно незамысловатая игра авторитарного режима, который пытается балансировать эти интересы. То есть здесь не надо слишком много возлагать определенных надежд на том, что эти люди действительно понимают и хотят остаться полноценно независимыми, суверенными странами. Но и с другой стороны, они не хотят попасть, я имею в виду политическое руководство Казахстана, не хотят попасть в такую зависимость, в которой находится у Лукашенко. Все видят, что это плохо сказывается на возможностях выбирать отдельные опции взаимодействия с режимом Путина. И в конечном итоге приводят к большим потерям. С другой стороны, вы должны понимать, что в Казахстане не хотят, и в Токаев не в позиции, принять решение, когда санкции будут налагаться на финансовую систему или олигархическое окружение самого президента. То есть здесь очень большие противоречия могут возникнуть. Казахстанская элита, олигархи, которые обслуживают интересы этой элиты, они все-таки связаны с глобальной финансовой системой и держат деньги на Западе или в офшорах. Поэтому они очень уязвимы в этом отношении и не заинтересованы в эскалации. Вот про финансовую систему. Банки Казахстана массово отказываются от обслуживания российских карт вслед за Арменией и Киргизстаном. Связано ли это исключительно с тем, что под блокирующие санкции Соединенных Штатов попала национальная система платежных карт Казахстана, на стопроцентная дочка Центрального банка Российской Федерации или, возможно, причина в чем-то другом? Ну нет, наконец-таки, видимо, должное давление со стороны Соединенных Штатов было оказано. Все же критикуют механизм санкций за то, что там слишком много дыр, прореха, которые позволяют их обходить. И уже сколько? Два года прошло. И, наконец-таки, эта платежная система заблокирована. Я думаю, это все связано исключительно с давлением со стороны Соединенных Штатов, с Минфином Соединенных Штатов, которые эти лазейки постепенно прикрывают. Если была бы возможность или воля политического руководства Казахстана, я думаю, они бы к такой инициативе не прибегали. То есть они в большей степени заинтересованы, чтобы эти транзакции происходили даже на уровне тех россиян, которые находятся в Казахстане. То есть мы говорим о 100 тысяч плюс человек. Димаш, спасибо вам большое. Димаш Альжанов, политолог. Говорили о том, как Россия пытается подмять под себя Казахстан, как российские пропагандисты разжигают ненависть на телевидении российском против этой страны и о том, может ли Казахстан дистанцироваться от Кремля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова